Привет! На этой неделе не хотелось снимать, было лениво. Да, и случилось в нашей семье грустное событие. Нас покинул очень светлый человек. Это не связано с коронавирусом. Не только он забирает жизни. Царство небесное этому человеку, и мне хочется верить, что оно существует, и что ей там будет хорошо. Очень жаль, что мы не виделись уже долгое время, последние годы. На замену у меня есть огромное количество другого материала, поскольку я, как великий прокрастинатор, все время снимаю, и года с 2015-го собираюсь вести регулярный блог. Но так и не начинаю это делать. Поэтому у меня много чего интересного. Например, я, наверное, добавлю наш поход в последнюю докарантинную неделю. Мы успели сходить в индустриальный музей в Генте. Это было очень интересно, познавательно и насыщенно. Мы посетили только один этаж на уикенд. Одного этажа в этом музее хватает, особенно если с ребенком. Так что welcome to my new vlog. Вот я сначала не врубилась, думала, что это часть какого-то ремонта, но это дизайнерский объект. Интересно, лестница, ведущая в никуда. В углу между старинными замками. Мы находимся в индустрии-музее, индустриальный музей Гента. Музей с самым великолепным видом. На центр Гента. Там видно Белфри. Там Хравенстейн. Как это называется? Хравенстейн, типа как замок графов. Мы там были как-то раз семелька два года назад на зимней экскурсии. Такая зимняя сказка. Вот, очевидно, пряжу изобрели в Египте. Пять тысяч лет назад, до Рождества Крестова. Вот такую пряжу крест-накрест переплетения нитей изобрели. Прекрасные египетские женщины. Мне нравятся интерактивности в музеях, типа потрогай. Потом, интересно, благодаря эволюции козла в овцу, одомашнивания животных, появилась шерстяная пряжа. Вместе с ней вот такие девайсы, которые помогали быстрее и более сложные узоры делать на ткани. Волее разнообразные ткани плести. И сразу ногами управляют несколькими машинами одновременно. Как-то так. И эта техника появилась в Сирии. И, вероятно, через Италию была привезена во Фландрию. Ну, и наверняка еще в другие части Европы. Много интерактива, как обычно. Ткацкие станки, которые уже позволяли плести такие усложненные ковры с разными узорами. Здесь еще можно вытянуть ящички и посмотреть. Затем эти все станки усовершенствовались и увеличивались в размерах. Если что-то видно, он там огромный стоит, приближая нас к индустриальной революции. Образцы высушенных растений, которыми можно придавать свет тканям. А здесь что-то про шелк, который, очевидно, произошел из Китая в 18 веке. А вот еще... Ха! Вот такие узоры на тканях стали возможны тоже примерно с 17-18 века. Это вошло в моду. И это делается путем пресса. Вот такими блоками на ткань. Вот здорово! Заходишь в комнату, включается видео о чем-то. И это видео даже проигрывается на экране из веревок. Написан агент, исторический город текстиля. Сейчас показан был лен, подсвечен. А сейчас рассказывается про лен. Реально полезно ходить по таким музеям, как для общего развития, так и для иммигрантов, таких как я. Просто чтобы, когда ты что-то начинаешь узнавать о городе, в котором ты живешь, ты начинаешь как бы больше его ценить. Потому что мы все здесь такие, типа, немного неблагодарные. Скучаем по своим родным городам. А тут ничего интересного, и все не так, и все не этак. Когда узнаешь об истории, и о том, каким важным, допустим, был раньше этот город, становится даже очень интересно, и какая-то гордость появляется за то, что ты кое-как к нему причастен сейчас. Сейчас мы пройдем через эту стопку. Идем. О, здесь еще много индустрии открывается. Миль, ты где ботиночки потеряла? Да. Я так понимаю, в этом зале все вот эти огромные машины являют собой целый цикл, который нужен для того, чтобы произвести в итоге вот такой моток шерсти. Старинный агрегат, чтобы прести пряжу, чтобы делать ткани. Нет, туда нельзя, котик, а там выход. Смотри, какие пряли веревки раньше. Можно смотреть, котик. Можно так. А здесь увеличительное стекло, чтобы рассмотреть текстуру вот этой пряжи. Здесь видно, что это машина с 1888 года. Такая громадина. Надо было прочесывать всю эту шерсть. Смотри, как лягать. Я смотрю. Щекочи мне ножки. Щекочи? Да. Щекочи мне ножки. Щекочи мне ножки. Емельки разрешили забрать мешку с собой из той игровой комнаты. Добрые смотрители музея. Сначала тебе маленький. Да. А теперь ты стала просто-постом. И теперь ты прям маленький. Давай, 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 давай. Этот кусочек из следующего уикенда, когда мы вновь вернулись в индустриальный музей. Просто я одну деталь куда расскажу, что это бывшее помещение завода. Здесь был завод по производству тканей. Эмилия слушает дядю по телефону, который тут что-то рассказывает, так сказать, в таксофоне. Этот экран можно двигать так вот руками влево-вправо по этой рельсе. И, соответственно, меняется вид на экране, и о каждом здании можно прочитать. Например, вот это от Торкин. А что ты делаешь? Я брокколи кушаю. Эмилька кушает брокколи. А я снимаю тебя на видео. Да? Угу. Чтобы оставить в памяти эту чудесную картину. Угу. У нас на ужин сегодня киш-пирог. И это один из самых простых ужинов, которые я могу приготовить. Это также мой вариант выходного дня. Если, допустим, приходят гости, то тоже то, что такой safe meal всем нравится. И туда можно добавлять, соответственно, вкусом гостей или мясо, или вегетарианский, или рыбный пирог. Тин-тин. Тин-тин. Субтитры сделал DimaTorzok